Ракета Ромным желанием вернуться в срок. Провожать с уверенностью, что все будет хорошо. Провожать маму и не плакать, обещала младшая Елена Серова. 11-летняя школьница в миг стала взрослее. А как иначе, на ближайшие полгода теперь она дома за главную. Еще я обещаю маме, что я буду хорошо учиться, что я обязательно буду как-то помогать папе по дому. Это обязательно. Себя хорошо вести. Она гордится своей мамой. Прошедший сложный путь, где на каждом шагу надо было доказывать. Достойна стать первой россиянкой на борту МКС. Мамочке я желаю терпения побольше, чтобы она всегда была здоровая, чтобы она всегда себя хорошо чувствовала. Чтобы вот, вот так. Это 140-й запуск по маршруту Земля МКС. Тарханы – экипаж космического корабля «Союз ТМА-14М». Командир Александр Самокутяев, бортинженер номер один Елена Серова и астронавт НАСА Барри Уилмор уже через 6 часов после старта пристыковались к станции и повели отсчет своей орбитальной жизни. К космосу летают лучшие. Это подготовленные ребята. Они прекрасно себя чувствовали, прекрасно вели себя в данной ситуации и отработали отлично с плюсом. Поэтому мы ожидаем, естественно, работу инициативную, и творческую, и действительно качественную. Естественно, другого просто быть не может. Впереди 170 дней космической работы. Ровно столько же до старта дублеров – экипажа корабля «Союз ТМА-16М». В этот пуск они на вторых ролях. Однако 30 марта 2015 года настанет их звездный час. Я не могу видеть свою ракету. По традиции у нас только дублеры выезжают на вывоз ракеты. Вообще, потом, само ощущение потрясающе всего увиденного. Поэтому у меня только чувство сожаления. Если была бы возможность выехать и посмотреть свой вывоз и поставить рядом с ракетом, было бы, конечно, лучше. Десятая. Установить ракету космического назначения в стартовую систему. Поднять колонну отслуживания в вертикальное положение. Пятый. В марте будущего года, будучи основным экипажем, вывоза ракеты они не увидят. Такова традиция. В нише стартового сооружения на кабине обслуживания Михаил Корниенко вспоминает, как работал здесь, в конструкторском бюро общего машиностроения. И запускал космонавтов именно с этого старта. Я тут работал 6 лет. Конечно, близко. На их платформе работал. И ракету заправлял. Старт глазами ракетчиков и глазами космонавтов. Совершенно разные впечатления. Отсюда все это ревет и трясется, и дрожит. Да, в ракете нехаживая. Многоопытный Геннадий Падалко в свой пятый полет поведет к старту Михаила Корниенко и астронавта НАСА Скотта Кельля. В сентябре 2015 года Геннадий Падалко вернется на Землю. А Михаил и Скотт проведут на орбите календарный год и вернутся в 2016-м. Как раз к 55-летию полета первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Если честно говоря, я хотел бы стоять два раза по полгода еще. Но не один раз на год. Сложнее и процесс восстановления. Но много причин. Геннадий Падалко отмечает, годовая экспедиция – миссия непростая. Особенно по медицинским показателям. Сил на такой полет надо много, да и подготовка отличается. Основная цель полета – это большая медицинская программа. Перед предстоящими, скажем, нашими проектами, ну, и марсианские, и для нас, и для наших партнеров. Понятно, что у россиян были длинные полеты, но это было очень давно. Для отечественной космонавтики такие экспедиции не в новинку. Первым был космонавт Юрий Романенко. На станции «Мир» он проработал 326 суток, почти весь 1987 год. Мусамонаров и Владимир Титов результат улучшили, улетев на станцию «Мир» в канун нового 1988 года, вернувшись на Землю лишь через 365 дней. Мы на новом уровне, методическом, медицинском, научном выходим на эти полеты. И если для нас в большей степени, для российской части, для российской науки, это будет такое существенное дополнение тех данных, которые были получены тогда, то для американцев это будет в новинку. Работа с прицелом на Марс. Сегодня уже никто не сомневается, человек может жить в невесомости долго и возвращаться на Землю вполне здоровым. Это такая упреждающая роль космической медицины по отношению к дальнему космосу. Это шаг в дальнюю космонавтику, в межпланетные полеты. И если мы хорошо изучим еще к этому действия космической радиации, мы этим тоже занимаемся, но это уже наземные эксперименты, эксперименты на ускорителях, конечно, эксперименты не с участием человека. И изучим гипомагнитный фактор, то есть замагнитосферный фактор, то мы получим хороший, обоснованный вывод о возможности человека к межпланетным путешествиям. Последняя годовая экспедиция была почти 20 лет назад. За это время в космической медицине многое изменилось. Новые методики исследования, новые возможности. Для этого и отправятся в космос Михаил Корниенко и Скотт Келли. Этот эксперимент проводится в интересах человечества. И неважно, кто его проводит. И русский, и американец — опытные космонавты. Четыре года назад Корниенко уже был на МКС. Выходил в открытый космос. Его напарник Скотт Келли побывал на орбите трижды. Общий космический стаж Келли и Корниенко — год на двоих. В миссии 2015 будет интересная особенность. Так называемая «контрольная группа». Правда, в одном лице. Уникальную возможность ученым предоставила семья Келли. Все действия в космосе на Земле будет дублировать его брат-близнец Марк, тоже астронавт НАСА. У нас будет много экспериментов, связанных с годовым полетом. И лишь небольшая часть связана со мной и моим братом, который тоже астронавт. У ученых много идей насчет исследования нашей генетики. Ведь мы идентичные близнецы с одинаковой генетической структурой. Им очень интересно, как будет меняться наша природа. Я ведь в 10 раз был больше в космосе, чем брат. Он был в космосе всего 54 дня, а я 540. Это на порядок больше. По результатам экспедиции ученые планируют существенно обогатить свои знания о невесомости и влиянии микрогравитации на организм человека. Более того, планируется целая серия длительных экспедиций на орбите, чтобы как можно точнее разработать методику будущих полетов к Луне, астероидам и, наконец, Марсу.